И снова всем привет! В этом видео я покажу вам свои новые книжки, все, которые я приобретала этим летом. Если вы любите читать, оставайтесь со мной. Начать я хочу с потрясающе красивого издания рассказов Эдгара Алана По. Очень качественно сделанная книга с плотными черно-белыми страницами и в таком готичном стиле красной ленточкой-закладкой. Также в книге вы найдете иллюстрации талантливого французского иллюстратора Бенджамина Лакомбо. По признанию Лакомбо, в детстве он обожал страшные истории Эдгара По и был счастлив в предоставившейся возможности поучаствовать в создании этой книги. Перед нами, не побоюсь этих словосочетаний, глэм-готика с элементами легкого хоррора. Согласитесь, книгу с таким оформлением с удовольствием будут читать не только поклонники творчества Эдгара По, книжные маньяки вроде меня, но и далекие от увлечениях убитым подростки. Так что страшные рассказы вполне можно рассматривать в качестве подарка. Эдгара Алана По, конечно же, не нуждается в особом представлении, но для меня было очень интересно узнать, что это один из любимых писателей, обожаемого мною Стивена Кинга. Хочу также поделиться с вами целым промо-видео издательства Repol Classic, которое сопроводило выход этой книги. Поехали! Поехали! Вособретаю! Продолжение следует... О Hoodie! Трепещите, фанаты маэстро ужасов Стивена Кинга. У него для нас новый подарок. Сборник с невероятно чудесным названием «Лавка дурных снов». А что еще более чудесное, это то, что каждый рассказ предваряется историей его создания. Не знаю, как вам, а мне всегда было интересно заглянуть в голову автора и узнать, о чем же он думал, создавая ту или иную историю. «Я создала их специально для тебя», — обращается писатель к своему читателю. «Можешь смотреть, можешь трогать, но будь осторожен, у самых лучших есть зубы». Этот сборник включает 20 рассказов, написанных Стивеном Кингом за последние 7 лет. Некоторые из них уже публиковались ранее в разных журналах, от плейбоя до интернета, но, наконец-то, они все собраны под одной крышкой, под одной обложкой, и я получила невероятное удовольствие от прочтения этого сборника. Вот его я вам крайне рекомендую. И еще один сборник от Стивена Кинга «После заката». Самое интересное всегда начинается после заката. Это чертовы дюжины историй, которые страшно читать даже с фонариком под одеялом. «Я, например, не могу сказать, какого Кинга я люблю больше, раннего или сегодняшнего, или какой писал страшнее. Для меня все его творчество, начиная с самых первых рассказов, всегда было чем-то, что любишь всегда и безусловно. Спасибо Кингу за это». Уникальность этого сборника в том, что в нем есть как истории 30-летней давности, так и совсем новое. И, как обычно, каждый рассказ сопровожден историей создания, что еще нужно для счастья. Уже 30 лет Элис Монро называют автором лучших в мире коротких рассказов, и, наконец-то, они добрались и до России. Ее книги как огромный дом с множеством комнат, а в них история. История о нас, вами, наших близких, коллегах и соседях. Их стоит прочитать и перечитать, и даже одолжить друзьям. Пусть тоже порадуются. Этих рассказов в большинстве можно назвать как трагикомендией нравов. Здесь истории о жизни, о любви, в основном, конечно же, о любви. Написанные необычно, очень емко, кратко и в то же время, ну, просто захватывающе интересно. В общем, прочитайте, очень вам советую. Как всегда, крупным литературным форумом я предпочитаю малые, и поэтому перед вами сборники рассказов моего любимого Рольда Даля. Если вы еще не знакомы с творчеством этого британского писателя из норвежской семьи, то вам крупно повезло, ведь у вас впереди много часов захватывающего чтения. Вы наверняка смотрели «Чарный и шоколадную фабрику» с неподражаемым Джонни Дэвом главной роли, а также фильм «Матильда». А гениальной девочке ее еще более гениально в криминальном плане «Ц», которого сыграл Дэнни Дэвитта. Так вот, все это роль Даль. Даль – мастер неожиданных концовок и черного юмора, найти который вы можете даже в его книжках для детей. В общем, рекомендую к прочтению обязательно, сколько бы вам ни было лет. Двигаемся дальше, и следующая на очереди у нас книга ужасов. Это идеальное издание от АСТ, классная в сет, белая бумага, еще и вакуумная упаковка в придачу. Хоррор-антология Джона Стивенса, прославившегося своим чутьем в составлении подобных устрашающих воображений подборок произведений. 14 новелл от 14 корепеев мастеров жанра Стивена Кинга Далли Энклиста. Мне эта книга скорее понравилась, чем нет, потому что из 14 в ней истории 12 в моем вкусе. Такой качественный хоррор, пугающий, но не противный. А вот две можно, к сожалению, отнести именно к таким неприятным. Поэтому, ну, поставлю ей все-таки 4 с плюсом. И также хочу сказать, что тиражу это радости всего 6000 экземпляров, поэтому спешите напугаться. И чтобы вы не думали, что я законченная филологическая дева, которой подаваю много букв, вот, пожалуйста, перед вами яркая красивая книжка Леонида Соловьева, и в ней рассказы о Хаджене Средине. Это понравится и детям, и мне лично понравилось, потому что качество у книги очень хорошее. Это необычный формат, и ее просто приятно держать в руках, просто пролистать. Мне красивые иллюстрации, яркие. Я слышала, что сейчас в книгах для детей это довольно-таки большая проблема найти хорошие именно иллюстрации. Поэтому попробуйте. Сказочная книжка для детей и взрослых. Истории, которым уже очень много лет. Главный герой — сочетание несочетаемого, как сама жизнь. Плуд и мудрец, бунтарь и философ. Жулия Ванг. «Никак, нигде, никогда. Ты, дитя хаоса, создавая и разрушая, призывает нас автор». Иллюстрации, конечно, очень интригуют. Они прекрасны. Начиная от обложки, заканчивая картинкой внутри, просто приятно посмотреть. В первом вековом ознакомлении книга напоминает личный дневник с какими-то набросками, зарисовками, иллюстрациями. Это, знаете, такое подглядывание в замочную скважину, поэтому, если любите так делать, покупайте. Ну что ж, на сегодня это было все. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось, дайте мне об этом знать, и я надолго с вами не прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok